Такие объявления на подъездах харьковских многоэтажек появились в средине июля. В них сказано, что ЖЭК просит жильцов дома уточнить данные о приватизации квартир, для чего им предлагают явиться на участок КП «Жилкомсервис» и заключить договор. Пенсионерка Мария Назаровна, чье жилье попало в список указанных в объявлениях, рассказывает, все документы по приватизации квартиры оформила еще несколько лет назад, поэтому с чем связаны такие требования коммунальщиков, не понимает. А что за договора, для меня это непонятно. Что заключать договора, какие договора? Вот тоже не знаем. Скажите, пожалуйста, вы звонили, возможно, туда узнавали? Нет, так куда звонить? Мы не знаем даже телефоном. Оно же теперь ЖЭК есть, то есть, то нету. Я планирую на пятницу идти и взять копии, и пойти выяснить, что делать, что это будет. Откуда, куда, зачем? По словам юриста Анастасии Ковш, формулировка, указанная в объявлениях, говорит о незаконных действиях коммунальщиков, поскольку требовать заключить какой-либо договор на основании документов на квартиру или их отсутствие ЖЭК права не имеет. Требовать документы и впоследствии рассказывать о том, что это необходимо для составления какого-то договора или подписания договора, или потом вы подпишите этот договор, это просто незаконные действия абсолютно. Начиная с требования документов и заканчивая рекомендациями касательно подписания договора. Сам факт появления таких объявлений Анастасия связывает с созданием харьковчанами ОСМД. Так как в городском архиве есть данные только о квартирах, приватизированных до 2006 года, предполагает юрист, КП «Жилкомсервис» может потребовать документы, чтобы затем предложить либо в дальнейшем отказаться от создания обществ со владельцем многоквартирного дома, либо подписать договор с управляющей компанией, услуги которой им предложат в ЖЭКе. Скажем так, они могут, требовав определенную информацию, перевести ее таким образом, чтобы это было во благо более управляющей компанией, нежели осуществлению обслуживания своего собственного дома самостоятельно. Юристы утверждают, если в ЖЭКе харьковчанам предложат подписать какой-либо договор, жильцам многоэтажки нужно внимательно изучить документы и затем проконсультироваться с юристами. В ассоциации ОСМД «Квартал» рассказывают, подписав договор в ЖЭКе о согласии на обслуживание управляющей компанией, они лишатся права самостоятельно контролировать тарифы на такие услуги, как вывоз мусора или уборка подъезда, поскольку управляющую компанию им навяжут. Если после подписания документов, утверждает Артем Коротченко, харьковчане захотят самостоятельно выбирать обслуживающую компанию, им придется добиваться этого права только через суд. В основном это пользуются людьми, которые в возрасте уже не совсем понимают, что они подписывают. Они подписывают и самостоятельно так соглашаются на выбор себе же управляющей компанией, что они сами выбрали. Зачастую им даже вот так вот предоставляют договор, подпишите этот сразу договор с управляющей компанией. Таким образом происходит вот этот беспредел харьковский, где не люди действительно выбирают то, что они хотят, а им вот так вот искусственно, обманным путем навязывают управляющую компанию. Тем временем в КП «Жилкомсервис» в телефонном разговоре около недели назад женщина, представившаяся помощником директора предприятия, сообщила, что действительно давали указания нескольким участкам уточнить данные о приватизированных квартирах, поскольку сейчас проводится инвентаризация. Однако, заверили в «Жилкомсервисе», какие-либо договоры, о которых сказано в расклеенных объявлениях, харьковчанам заключать не нужно. Поэтому на предприятии пообещали разобраться в ситуации и о результатах сообщить в скором времени с помощью ответа на информационный запрос. Вот только даже спустя две недели после его отправки ответ от представителей КП так и не пришел, а в отделе КП, сотрудники которого ответственны за обработку запросов на информацию, на телефонные звонки в течение двух дней не отвечают. Лариса Говина, Олег Мартынюк, Андрей Домовой, агентство телевидения новости.